итак всем привет с вами как всегда дезертирка я хочу поедать вам немножко истории немножко печальной история нашем мире которая вполне могла случиться с вами наш мир к сожалению пал в холод полный кромешный холод после чего все наше население было вынуждено искать новый мир новый мир в котором они могут ощутить хотя бы немного тепла и мы будем состоять во главе этого мира лишь нам решать каким будет наш новый дом и так чтобы уберечь цивилизацию от хаоса и разрушений мы бежали на край света нужно приспособиться к здешним условиям чтобы выжить кем мы станем в итоге решать только нам я думаю что стоит сделать новый дом легким и тогда мы справимся со всеми проблемами которые нас ждут в пути друзья мы roam the still cold world no horizon in sight the rulers of all stripped of pride and glory it feels as yesterday we were turning the wheels of progress Субтитры делал DimaTorzok 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 Во-первых, смотрите, есть здесь, короче, вот такие вот дороги Вот эти дороги, которые здесь сейчас люди строят Они позволяют нам не давать снегу быть в холоде и все Короче, они не дают нам замерзнуть, проще говоря Как видите, как только мы включили его Вокруг дорог, вокруг вот этого места, все стало теплее Быстрее все работает, люди не мерзнут, все хорошо Но у нас очень сильно закачивается уголь Нам его хватит на ближайшие 9 часов, как вот здесь мы смотрим Уже 8 часов даже, часы идут вот здесь Вот, поэтому все очень прискорбно И нам нужно собирать с вами уголь Уголь находится вот здесь, уголь находится вот здесь И есть большие угольные шахты Также нам нужно дерево И нам нужно железо А вот, все это мы можем найти вот здесь, в нашем месте Вот этот вот город, он будет именно вот здесь расположен Вот в этой вот большой-большой дыре Мягко говоря Я надеюсь, что нам удастся это сделать Потому что борьба с холодом, дело действительно довольно ужасное Ребята все довольно быстро возводят Строят они, ну где-то часа за два, как правило, некоторые строения Я думаю, что пост добычи нам нужно максимально сейчас усилить Они будут добывать, соответственно, уголь Тысяча угля здесь Мы максимально сейчас усиливаем его И максимально усиливаем Нашу добычу дерева И нашу добычу железа Железо мы фактически поначалу не тратим Нам также нужно поселить где-то людей Чтобы поселить людей Сейчас мы ищем с вами где дерево Здесь дерево, замечательно Мы максимально быстро сюда всех человек направляем И начинаем добыть дерево Сейчас у нас вот здесь дерево Вот здесь уголь, который нам необходим Вот здесь сталь Здесь есть паровые ядра Но я пока так и не понял, что это Возможно, в будущем нам все-таки это пояснят И я не буду таким дебилом Который не знает, что это Ладно Нам нужно 10 деревесины на каждый дом Нам нужно построить несколько домов Это вот, например, наш склад Ну, точнее, это склады Можно и построить еще дополнительные склады Можно также выпускать законы разные Короче, игрушка очень много дает по развитию Можно развивать все это, делать Все очень круто Так, дерево у нас прям очень хорошо уходит Потому что 10 древесины Нужно Очень стараться добывать все это дело Здесь древесины на каждый дом требуется И мы, получается, каждый раз его Очень хорошо тратим Работники наши работают до 6 часов После 6 часов они перестают работать То есть до 6 часов нам нужно максимально быстро построить 6, по-моему, домов Сколько там он вмещает? 10 человек вмещает Даже не 6, а 8 домов У нас 80 бездомных Вот Этим сейчас будем заниматься Здесь дорога, видите, мы построили Мы теперь вот сюда вот ничего не можем поставить Ну, ничего страшного Мы найдем, что поставить туда Так До 6 часов, я думаю, мы успеем Раз, два, три, четыре, пять Шесть Семь Семь, семь, восемь Ну По идее, за час они еще соберут немножко дерева Мы успеем построить последний дом Да Щекозненько Щекозненько Итак, у нас здесь осталось 75 дерева Здесь осталось 82 дерева И, в принципе, нужно как-то потихоньку развиваться дальше А как только они все это построят Людям наконец-то могут жить В домах Вот Все Люди возвращаются домой Достраивают здание не без проблем То есть, ну, как бы Ночью-то они строят Ну, потому что жить им где-то надо Поэтому дома достроить вообще не проблема Все, надежда у нас увидится Развеличивается Все замечательно Ночью мы Выглядим вот так вот Очень круто, красиво И где-то Часов в пять утра Нам остановит время И мы сможем продолжить Дальше строительство И все остальное Как видите, очень быстро Тратится Уголь Его хватает очень ненадолго В принципе, здесь запасы залежи Довольно небольшие Ну, не очень большие На самом деле 842 угля всего Я бы не сказал, что это сильно много Но и не сильно мало Вот, ребята уже говорят Видите, типа Вперед, ребят У нас еще много дел За работу Забавлять темп Сейчас нельзя Бла-бла-бла Я думаю, что нам стоит Сейчас копить На мастерскую Это буквально Еще четыре дерева Нам не хватает По ресурсам Нам нужно Так, еда Охотничья хижина И по здоровью Нам нужна Санитарный пункт Вот Но главное сейчас Построить технологии С помощью технологий Нам нужно построить Одну очень полезную фишку Сейчас расскажу о ней Это Это, это, это Ладно Сейчас Доделаем вот так Зачем Значит там Дорога Не знаю Ну ладно Разберемся Короче С помощью технологий Мы улучшаем С помощью Задания Технологии Короче, мы изучаем Различные фишки И можем улучшить Какое-то здание Например Короче, это Очень полезно Например, мы можем Построить Вот такие Тепловые генераторы Только маленького Размера Вот Работа началась Потихоньку будет добываться Все уже добывается Здесь древесина Сейчас уже будем строить Мастерскую Замечательно Вот Ну и так потихоньку Развивать свое поселение В мастерской Первым делом Что мы делаем Это развиваем Обогреватели Потому что Температура Вот здесь вот Показывается Скоро упадет Существенно На два уровня Для нас Это очень плачевно Потому что Людей у нас Не очень много Второе место С залежами У нас находится Вот здесь Вот Пятьсот Здесь еще будет Восемьсот Здесь, да Большие довольно залежи Здесь тоже довольно Большие залежи Замечательно За время Пока у нас Вот эти залежи есть Нам нужно каким-то образом Максимально построить Все что можно Когда будет все хорошо Десять человек Сейчас строят Это здание Мастерская работает С восьми до шести Как и большинство Зданий Здесь прям Комфортная температура Людей устраивает И мы сейчас Туда добиваем рабочих Так В отоплении Мы изучаем Обогреватели А вот Но первоначально Я думаю Все-таки изучить Маяк Штука очень полезная Сейчас поясню Почему Когда она По крайней мере Достроится А пока Давайте погрузимся Немножко в историю Кто не знает Что случилось Не так давно Все было Тепло Ясно Радужно Но произошла Какая-то Аномальная катастрофа Или какой-то Катаклизм Как ученые не пытались Так и не смогли Выяснить Что же все-таки Случилось Ну и по сути Одна из задач Все игры Это выяснить Что же все-таки Здесь произошло Почему у нас С вами Дорогие друзья Именно вот такой вот Мир Именно замороженный Что с ним стало Почему нам приходится Выживать Заместо того Чтобы Не знаю Спокойно жить Но Что-то короче Пошло как всегда Не так Мы короче Мы пытаемся Это все выяснить Надеюсь Кстати у нас получится Около трех часов Строится Вот это здание Точнее Производство Маяка Окей Простите Здание Это строится Быстрее Здесь мы можем Допустим Пайда Склад ресурс Такидо Генератор И задает Успокаивающий шум И согревает нас Но помните Нужно поддерживать Его работу Если он Остановится Нам грозит смерть Видите За запасами Угня Угля Еда тоже важна Без нее мы умрем С голоду Найдите источник Сырой еды И построить Кухню Чтобы готовить Пищу Так Мы в данном Случае Сейчас будем Так Давайте построим Еще один Склад И я думаю Мы построим Уже на втором Ярусе Кухню И построим Охотничью Хижину Вместится еще что-нибудь Ну типа домика Например Там люди Да Отлично Сюда Вместится До города С основной группой Но она верит Что они все еще живы Эта женщина Хочет присоединиться К первой же Поисковой группе Которую мы вышли Она просит нас Поспешить Будем делать Что можем Что я могу сказать Мы действительно Стараемся Делать все что можем Тем более Что поисковую группу Мы как раз Сейчас и будем строить Потому что Вот этот маяк Это как раз И есть Это наша Поисковая группа Так Все Здесь больше ничего нет Видите Снег потихоньку Заволакивает Это место Ну по крайней мере Мне так кажется Добавляем сюда Тут же Новое изучение По ресурсам Угледобытчик Старолитейный завод Быстрый сбор Быстрый сбор Можно также изучить А пусть Быстрый сбор изучается А мы тем временем С вами построим Маяк На который нам Кстати не хватает Стали Вот такая печаль Беда Давайте направим сюда Работников Пусть добывают Нам Много-много Стали Несмотря на то Что нам на самом деле Не нужно очень много Стали Нам нужно всего 35 Я думаю Что они ее Как раз добудут Замечательно Ребята Как раз Добыли нам Нужное количество Стали Не указан Ресурс Для хранения Здесь будет Храниться Я думаю Что уголь Ну и еда Пусть еда Хранится Плюс 300 Еды Но Не помешает Люди из нашей группы Мы нашли источники Основных ресурсов И теперь можно Заняться спасением Других членов экспедиции Постройте маяк Исследуйте морозные земли И спасите столько Выживцы Сколько сможете Вам понадобится Мастерская Для изготовления Чертежей Более сложных заданий Ну я уже Собственно Этим занялся Потому что я знал Что мне это понадобится Так Здесь у нас Будет делать Обычную еду Можно ее В принципе Улучшить Хорошо А здесь пока нет Обитателей Замечательно Вот у нас с вами Строится маяк Он почти закончен Скоро мы с вами Отправим Первых людей На изучение Нашего мира Который нас окружает Надежда у нас Прям блещет Главная задача Выполнена Итак Маяк построен Мы больше не плутаем Вслепую Отныне люди Смогут исследовать Ледяные пустоши Окружающие нас Морозные земли Ну что же друзья мои Теперь люди всегда смогут Найти нас Итак Для того чтобы Все было хорошо Нам нужно Не менее Пяти Свободных Жителей Плюс нам нужна Древесина Которой у нас Как бы Сейчас нет Вооот Готовы к поискам Толпа Разряжается Аплодисментами Когда воздушный шар Для наблюдения Поднимается За городом Все горды Этим успехом И проделанной Работой Выстроилась Очередь Из добровольцев Готовых Отправиться В морозные земли На поиске Пропавших Женщина Что приходила Ранее Среди них Прикольненько Так Подправились Наши ребята На добычу Ресурсов В виде еды Так Пять рабочих То есть Но нам С вами Нужно Здание Демонтировать Замечательно Нам с вами Нужно Собирать Ресурсы Нам не хватит Кстати дерева Так или иначе Блин Че бы еще Такое Демонтировать Сейчас Пятнадцать Древесины Древесины Не хватит С восемь Древесины Давайте Минус один Дом еще Демонтируем Че еще Можно Демонтировать Склад О Не отменяем Давайте Демонтируем Склад Пока что Склад Нам не нужен Нам нужно Добычу Древесины Все таки Сделать Думаю Это более важно Так Пост Добычи В принципе Уже хватает Можно даже Отменить Разрушение Нельзя Отменить Че Пусть ребята Строят Пока что Сейчас На несколько Дней Хватит Всего И вся Будем Надеяться Что Ребята Добудут Нужное Нам Количество Пока До суда Хотя бы Дорогу Построим Говорят Что Через Два Часа Они Закончат Посмотрим Да Вот Они Начали Потихонечку Уже добывать С дорогой Они Просто Будут Это Делать Быстрее Мне Нужно 40 40 Древесина Давайте Пока По Максимуму 10 Работают На Добычу Угля Думаю Вот так Сделаем Вот так Сделаем Так Изучена Технология Быстрый Сбор Если улица Не соединена С генератором Как так Это вообще Может быть Ладно Не нужно Для добычи Но Стрелите На самом деле Получше Нужно Ладно Разберемся С этим Давайте Пока Сначала Дорогу Построим Почему-то У нас Не на улице Все-таки Вот Все Так Это все Дерево Требует Нас Дерево Мало Очень Что Вы просите Требуется Рабочий Так Открыть Ленин Законов Приспределись К работе Детей Нет Я не хочу Привлекать К работе Детей Это Очень Как-то Прискорбно На самом деле Так Убираем Отсюда Полностью Ребят И Ставим Вот Сюда Вот У нас Появился Отряжет И так Пропавшая Экспедиция Отправляем Наших Друзей Замечательно Не указаны Цели Исследования Давайте Посмотрим Что Мы можем Исследовать Можем Исследовать Угледобычки И до здоровья Можем Исследовать Охотничье Соряжение Снегоступок Помогает Людям Из охотничьих И же Добывать Больше Сырой Еды За каждую Охоту Думаю Нам пригодится Почему нет Так Здесь Уже Не работают Ребята Потому что У них Достигнуто Максимальное Количество Двух Человек На кухне Думаю Хватит Остальных Можно Отправить Вот сюда Так Так Отлично Угля У нас Дофига Хижина У нас Тоже Работает Нормально 15 Ребят Приносим 17 Еды За Раз Все Пошла Следующая Ночь Что Мы можем Построить Такого Технологии Можно В принципе Построить Еще одну Технологичку На самом деле Ожидает Группа И так Остальные Наши люди Встали Здесь Лагерем У них Не было Сил Идти Дальше Надо Сопропадить И в город Короче Нашли Выживших И так Мы Входим В лагерь Вившись Из-за Пелены Снега Заволнованные Голоса Хором Приветствуют Нас Слава богу Вы нашли Нас Мы скитались Дни напролет Пока силы Совсем Не иссякли Думали Умрем От Голода И Голода Взрослые Дети Окружают У нас Они готовы Двигаться В путь Обнаружены Обсерватория Надежное Убежище Так Сопроводить Выживших Город Или Соответственно Пустить Их На самотек Я думаю Что мы Сопроводим И потому Что это Если мы Их сопровождаем Короче Возвращаются Все Если мы Их не сопровождаем Да Мы теряем Какое-то Время Точнее Мы Если мы Их не сопровождаем Мы не Теряем Времени Если мы Их сопровождаем То теряем Время На то Чтобы Найти Какую-нибудь Еще полезную Штуку Но Зато Доходят Точно все И мы Получаем Максимальный Бонус Поэтому Лучше Их Принцип Спровождать Особого Смысла Терять Их Я не Вижу Тем более Что там Пару часов Они все Сопровождаются Поэтому Почему Нет Вот Ребята Вернулись К Жизни Снова Начинает Соответственно Путешествовать На работу И мы Потихонечку Развиваем Город Дальше Я думаю Что Сейчас Стоит Построить Даже Не знаю Давайте Построим Санитарный Пункт На самом Деле Потому Что Он Нам Пригодился И Сюда Надо Тоже Будет Нанять Неск Рабочих Также Помимо Санитарного Пункта Я Думаю Что Нам Нужна Еще Одна Мастерская Замечательная Экспедиция Успешно Вернулась Город Мы Получили Часть Ресурсов И Немножко Горожан Итак Люди Из нашей Группы Воссоединение Вид Родственников Которые Нашли Друг Друга После Стольких Лишений Греет Душу Но Неужели Поблизости Нет Других Поселений Первые Экспедиции Были Отправлены Из Лондона Уже Очень Давно Поселенцы Уже Наверняка Где-то Остановились Они Обязательно Помогут Нам Мы Будем Искать Других Людей Так Наша Задача Наша Задача Проложим Дорогу Улица Улица Не Проложена Поисках Других Наш Люди Нашли Тропу Уходящую В пустоши Нужно Пойти По ней Надо Найти Других Поселенцев И попросить Их О помощи Чтобы Выжить Ну да В этом Есть Какой-то Смысл Я думаю Что Вот так Пока Проложу Немножечко Дорожку И Посмотрим Что из этого Выйдет Также Мне надо Разместить Где-то Еще Энное Количество Людей А это Значит Что Построить Еще Парочку Домов Обязательном Порядке Опять же Нужно Проложить Нам Улицу И Строить 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 Так Сколько Там Осталось Древесины 120 Древесины Блин Не очень Много Нам Нужно Новое Исследование Замечательно В новом Исследовании Мы С вами Попробуем Добыть Лесопилку Лесопилка Нам Нужна Лесопилка Нам Важна Ля 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 Так Что же Я собственно Хотел сказать Друзья мои Если вам Понравилось Вот это Прохождение Если вам Понравилось В принципе Игрулька Если вам Интересно Что же Будет Дальше Чем Это Все Дело Закончится Сможем Чем Чем Больше Лайков Будет По тем Или Иным Видео Такого Плана Таких Прохождений Тем Больше Вы Получите Соответственно На канале Какой-то Разной Интересной Информации Короче говоря Если вас Заинтересует Ставьте Свой Палец Вверх Говорите Что вы Хотите Прохождение В комментариях Если вас Происходящее На экране Как говорится Не особо Заинтересовало Ну что поделать Значит мы Не будем Проходить Эту игру Просто Мы ее Посмотрели Посмотрели Как это Вообще Игрушка Выглядит Если кому-то Понравилось Вы ее Сами Можете Тоже Пройти Ну вот Я же Тем Времени Буду Заниматься Прохождением Попутно Того же Старкрафта Попутно Там Еще Чего Нибудь И Просто Делать Какие-то Обычные Видео Интересные Которые Делал Собственно Все это Время До Этого Поэтому Как-то Вот так Вот Ладно Мы Демонтируем Наше Здание Еще Буквально Пару секунд Я думаю Поиграемся И На этом Наверное Закончим Вот Поэтому Жду Жду Ваших Предложений Мои Друзья Жду Интересных Мыслей Скажем Так Так Что Жду Вас Если Вам Понравилось То Будем Дальше Проходить Вот Ну а Если Не Понравилось Ну Значит Что Поделать Значит Этому Прохождению Не Суждено Сбыться Вот Примерно Так Правой Центр Вот Например Мы можем Построить Уже Начинается Изучается Точнее Другая Технология Ну и Хорошо Зачем Технология Лисобилка Угледобычек Тут Нет Все У меня Все устраивает Ну вот Я надеюсь Что вам понравилось Потому что Игрулька В принципе Интересная Довольно Таки Мне Например Довольно Таки Нравится Вот Все дома Построены Все Хорошо В принципе У нас медики Например Работают Медики Работают 24 часа В сутки Почему Нет Вот Здесь Почти Собрали Все Достроят Дорогу Лисопилку Ученые Там Пожалуйста Тоже Почему Нет Лисопилку Тоже Я думаю Людей Сразу Отправим По Максимуму Вот так Вот 10 человек Я думаю Я думаю Что надо Построить Еще Одних Охотников Лисопилка Конечно Хорошо Но Охотничьи Жена Нам Не Помешают Определенно Давайте Ребята Выйдите Пожалуйста А то Вас Много Вот И тем временем Становится Холодно Включаем Форсаж И пытаемся Выжить До Потепления Надеюсь У нас Получится Вот Видите К сожалению Здесь В санитарном Пункте И на Кухне Очень Холодно С этим Мы по сути Ничего Такого Сделать Не сможем И это На самом деле Проблема Вот Остался Один Час Исследования Здесь Мы Берем Заходим В отопление Паровой Генератор Либо Обогреватели Обогреватели По-моему Быстрее Прокачаются 4 часа Всего Нам Нужно На то Чтобы Прокачать Обогреватели Па-па-па-па-па Пам-па-па-па Пам-па-па Менее Час Сейчас Они Буквально Прокачиваются И мы Тут же Их повышаем блямс здесь стало теплее блямс здесь тоже стало теплее замечательно следующее что мы делаем это естественно прокачиваем правой центр бамс теперь группа ожидает и так убежище хорошо снабжена и выстроена так чтобы противостоять даже самым неблагоприятным погодным условиям эффективная система парового отопления защищает его от холода поиск может дать древесину пищевые пайки паровые ядра смотрим эта тропа ведет в другой город убежище комфортабельная с большим количеством припасов на тяжелой круглой двери висит в записка внимание всем ученым если вы берете припасы не забывайте уведомить об этом интенданта по возвращении в город это значит что где-то есть еще один город у тропы стоит дорожный указатель показывающий в двух направлениях лондон 1934 мили дом 27 миль обнаружены места стальной мост и так мы забираем ресурсы 209 древесины и 99 еды и один и одно ядро и идем домой почему домой потому что я хочу чтобы они принесли все эти ресурсы нам так раз это районе экспедиции перемещается быстрее так несет собой ресурсы все замечательно то чего я хотел по сути добиться прохладно но в принципе низкий риск заболеет так что все хорошо что у нас здесь здесь ребята собирают замечательно 1000 древесины в принципе у нас все хорошо с этим проблем никаких не быть не должно так нет собираемых ресурсов хорошо ребята вы здесь больше не работаете демонтируем ваше строение и давайте с вами посмотрим что у нас есть ресурсах есть ресурсах угледобычек что по сути есть это такое очень классная и очень полезная вещь строим мы наверное и вот здесь вот для чего она нужна она помогает добывать как вы можете понять уголь все чем просто на бывает уголь уголь нам нужен так что будем добывать его думаю даже два склада мы построим что намного принесут еды на лечении находятся два пациента статус этот человек болен но получает лечение замечательно прям очень не радует так можно в книге законов посмотреть что мы можем сделать можно построить например боссов бойцовскую арену чрезвычайная смена это если мы хотим чтобы наши ребята работали очень много вот можно кладбище построить кстати я думаю кстати на всякий случай кладбище мы построим что кладбище штука нужная вот и город потихоньку развивается он становится больше мне вообще нравится градостроительные симуляторы здесь они не просто градостроительные здесь они в прямом смысле вы можете просто взять и блин простите меня господи строить 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 ровно так как вам надо почему нет это очень очень импонирует очень нравится когда мы строим еще и пытаемся спастись от какой-то нелепой фигни почему это очень круто ну и скоро у нас будет позволит паровые как раз вот эти работы делать через шесть часов придет наша группа привезут нам нужные вещи в городе появилось кладбище теперь мы можем хоронить умерших надежда растет замечательно надежда выросла наши охотники пошли не указан ресурс я думаю отпустит разведчиков на маяке и снова отправить их морозные земли потому что здесь можно поставить древесину в принципе наши ресурсы ограничены поэтому пойдем на место аварии наверное что я хочу сказать друзья мои еще раз повторюсь если вам понравилось все то что вы увидели вы хотите видеть прохождение и дальше то во первых запаситесь терпением а во вторых пишите об этом в комментариях потому что все это дело да то есть вы в любом случае увидите именно тогда когда вы проголосуете скажем так до этого момента вы не сможете увидеть вот а пока что так кстати я чуть не про шляпил что наш уровень нагрузки генератора был максимально высок и он мог бабахнуть на ста процентах вот такое делах холодно дома у ребят к сожалению дома холодно с этим делать ничего страшного мы думаю скоро с этим тоже разберемся вот ну и что касается всего остального температура у нас повышается как вы видите можно даже нажать посмотреть вот в этих вот домах довольно таки прохладно здесь нужно повышать температуру если меня не повысим то через какое-то время но ребята будет болеть что не есть хорошо поэтому как-то все прискорбненько но ничего страшного мы справимся возможно следующей серии я пока я просто сохраняюсь и надеюсь на то что вы выберете в принципе периодически ее проходить пока что как-то вот так всем удачи всем спасибо за просмотр надеюсь вам таки понравилось есть что отвечать в комментарии а я таки удаляюсь в экспедицию с моими друзьями в этот морозный ужасный холод всем пока свидимся